Сафари-парк позади, впереди дорога до находки. В портовый город автобус с детьми прибыл поздним вечером. Финал второго дня путешествий в гостиничном комплексе «Горизонт». Мне нравится постельная. Красиво очень. Погладить можно все, что ты хочешь. Утро наших детей началось с завтрака. Для постояльцев в гостинице каждое утро разнообразный шведский стол. Для нас же специально подготовили настоящий английский завтрак с овсянкой. Подкрепились и вперед на экскурсию. Знакомство с находкой началось в музейно-выставочном центре. Наши дети – поколение двухтысячных. Потому советская комната для них – настоящий прыжок в прошлое. Находка – город у моря. Потому лучше показать, чем просто рассказать. Садимся в автобус и вперед на смотровые площадки. Свою историю находка начинает в середине далекого 19 века, когда генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев Амурский на пароходе «Америка» прошел вглубь залива. Случайная находка стала символичным названием будущего города. Город встретил нас гостеприимно – палящим солнцем и ясным небом. Потому мы решили отправиться на городской пляж «Золотари». Ребята постарше побежали играть в пляжный волейбол. Мальчишки помладше развлечения нашли на берегу. А девчонки переоделись в купальники и бегом в море. Насмотревшись на детей, съемочная группа решила отложить в сторону камеры и взять непромокаемое GoPro. Мне нравится пляж, потому что тут песок есть, в волейбол можно поиграть. Вода горячая. А чего греться тогда вышел? Холодно. Но вода же горячая. До синевы на губах, но с широкой улыбкой на лице наши дети купались в море и прыгали с пирса в озеро. Согрелись, ребята, уже в автобусе. В следующей серии наши дети отправятся в палаточный лагерь, что расположен в глубокой тайге, подальше от интернета и сотовой связи, поближе к чистому воздуху и веревочной тропе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова